Субтитры сделал DimaTorzok И мы продолжаем серию новогодних идей И предыдущие видео ты сможешь посмотреть, кликнув по подсказке сверху в собранном плейлисте И сегодня мы будем готовить подарки к Новому году Уже самое время, не затягивайте до последнего И я расскажу и покажу вам три легкие идеи и две посложнее Посложнее это не значит, что вам нужен глаз дракона или талант да Винчи И одну бонусную легкую идейку ты найдешь в моем инстаграме Facesomething, там очень много бонусных видео, которых нет на ютуб И это будет чехол для телефона Мне кажется, клевый подарок обязательно пригодится И он будет в стиле 2К18 с французскими бульдогами Поэтому загляните Ну а нам пора начинать, поехали! А сейчас мы соберем коробочку с чаем в виде елочек, которые не будут предательски падать в кружку Ненавижу доставать бумажку из горячего чая Оформление такого вы точно нигде не видели Я начертила развертку домика Скачать шаблон вы сможете в описании под видео Теперь возьмите какую-нибудь плотную бумагу Я взяла кусок ватмана И переведите домик Затем подогните припуск и совместите с первым переведенным домиком Чтобы у вас получился один цельный кусок Вырезаем домик И начинаем загибать все по линиям вовнутрь Теперь вам осталось всего лишь собрать домик Одно проклеить с помощью карандашного клея И теперь необходимо дорисовать ему окошечки, дверьки Можете не делать все супер аккуратно, под линеечку Я рисовала все от руки Мне кажется, в этом есть свой шарм Делайте по своему вкусу Теперь распечатайте второй шаблон с елочкой И переведите шаблон на плотной зеленой бумаге Вот что у вас должно получиться Я нарезала примерно штук 10 Теперь берем ваш любимый чай Я взяла обычный для примера Вы можете купить какой-нибудь супер вкусненький Можете замешать свой собственный чай И завернуть все в мешочки из марли Отклеиваем ниточку И цепляем с краю елочки И закрепляем степлером Вот что у нас получилось И повторяем то же самое со вторым пакетиком Затем берем канцелярский нож И не сильно надавливая проводим линию Таким образом у нас получилась линия разреза Вот и все Аккуратненько складываем в наш домик Затем берем дырокол и делаем две дырки Делаем протечку крыши Вставляем две красные атласные ленточки Вуаля! Я просто обожаю папперкрафт И мои друзья тоже уже давно хотят себя попробовать в этом Собрать своего питомца Поэтому действительно необычным подарком Будет набор от картонов Да, я не перестану их советовать Сейчас будет минутка искренности Мы знакомы уже очень давно Я собрала почти все модели У меня даже осталось несколько тубусов от прошлых сборов Их легко собирать, потому что бумага качественная А модели продуманные А я знаю, о чем говорю, я всякое видела Все закатано в тубус Приложены материалы для сборки Клей, канцелярский нож Я до сих пор ими пользуюсь в свой диайвай И это универсальный подарок Подойдет как парням, так и девушкам Даже мне частенько присылают в директ фотографии С довольными лицами и с собранными трофеями На сайте большой выбор моделей Они периодически пополняются Там есть слон, пантера, олень Очень по-новогоднему, кстати Лев, ангел и единорог Мы правда стали друзьями Это хорошие ребята Привет, Антон Поэтому переходите по ссылке в описании Поторопитесь, чтобы доставка успела к Новому году Потому что ребята из Сибири А в группе ВКонтакте они проводят конкурсы Где дарят подписчикам бесплатные модели Без всяких репостов Ссылочка будет внизу Я думаю, это классная идея подарка на Новый год Поэтому всем советую А сейчас будет идейка немного посложнее в исполнении Но это безумно полезная вещь Планер На этот раз для основы блокнота Я взяла скорошеватель на кольцах У меня на канале есть другие варианты Исполнения блокнота своими руками Кликните на подсказку в правом верхнем углу И конечно же для обложки Я взяла ткань с пайетками Очень красивый оттенок Такой новогодний Похож на русалочку Вырежьте ткань с припусками 2-2,5 см Подрежьте углы ближе к блокноту И проклеиваем с помощью горячего клея Либо клея момент кристалл Теперь берем цветную бумагу Промазываем клеем И клеем на стороне форзаца Тем самым мы закрыли все некрасивое Все припуски спрятались А вторую деталь бумаги Вырежьте по форме механизма Ну вот, все приклеено идеально Распечатайте шаблон с разметкой на месяц Можно найти с разметкой и на неделю Но лично мне так намного удобнее вести планер Я подогнала размеры под блокнот Распечатала И теперь необходимо отрезать лишнее Я нарезала целую стопку Брала пачку и несколько раз проводила канцелярским ножом Теперь берем дырокол Подгоняем под размеры И тадам! Дырочки готовы Вставляем в блокнот И в принципе он уже готов Сейчас будем его немного декорировать Я вырезала небольшой кармашек Приклеила к форзацу Сюда можно складывать стикеры Открытки С помощью белой акриловой краски Рисую небольшое облачко На котором напишу О, хеллоу! Ты знаешь, кому принадлежит этот блокнот? Ну и это место обладатель должен заполнить своим именем Затем я взяла папку с прозрачной обложкой Вырезала под размеры в листов блокнота Но прежде нарисовала небольшую выемку Это будет своего рода закладка Вы можете просто отсоединить кольца И перенести прозрачную страничку в любое место Так вы и с легкостью найдете, на каком месяце вы остановились Не забудьте также проколоть его дыроколом Первую страничку я закрасила розовой краской Можете сразу взять розовую бумагу Он получился такой яркий Теперь все выглядит примерно так А этот разворот мы можем выполнить в тематике сезона Я хочу, чтобы этот блокнот начинался с января Поэтому нарисуем зимнюю иллюстрацию Очень легкую Кстати, отлично подойдет для какой-нибудь новогодней открытки Я взяла зеленую акварель разных оттенков И нарисовала малюсенькие елочки Еще я нарисовала маленьких оленюшек И, кстати, на розовой бумаге я написала 2018 Белой акриловой краской И наклеила несколько золотых кружочков из золотой самоклейки Вы можете добавить еще кучу всего Но в целом наш планер готов Это то, что попало в хит-пар от моих мыслей И давно не давало мне покоя Lightbox Напоминает ретро-вывеску Такой тамблер И, кстати, бюджетный вариант, если что Уж точно будет дешевле покупного Нам понадобится рамочка для фотографий Свою я купила в Икеа С размерами 21 на 30 сантиметров Минималистичная, без всяких узоров Затем я распотрошила коробку И получила гофрированный картон Мне нужны две детали Высотой с рамочку И шириной 10-12 сантиметров У нас получились две длинные прямоугольные детали Это будут боковушки подлиннее Теперь нам нужно сделать еще две детали Подгоняем по ширине рамочки А сама ширина детали должна быть 10-12 сантиметров Как у прошлой детали Вырезаем Вот что у нас получилось Еще две прямоугольные детали поменьше И еще третья деталь должна быть шириной и высотой с рамочку Теперь берем все картонные детали И красим в черный цвет Вы можете это сделать с помощью акриловой краски Либо поклеить черной бумагой Я воспользовалась баллончиком Теперь берем рамочку Ее тоже необходимо покрасить Вау! Получилось даже еще круче На самой большой картонной детали Делаем небольшое отверстие Через него в будущем мы будем пропускать гирлянду Теперь необходимо склеить все стороны с помощью горячего клея Чтобы у нас получилась коробка Кстати, вы можете уже сразу взять готовую коробку из-под обуви Просто ни одна коробка не подходила под размеры рамочки Поэтому я ее сделала сама Если ваши размеры коробки и рамочки совпадают То вы можете пропустить этот шаг Теперь через маленькое отверстие продеваем гирлянду Моя гирлянда с желтым освещением Больше ретро-вариант, но вы можете взять и с холодным Тоже выглядит очень красиво Теперь возьмите скотч и закрепите гирлянду на коробке Она должна быть будто прижата к стенке Теперь возьмите пергамент для выпечки Желательно белого цвета Они еще бывают коричневые Возьмите стекло от рамочки и обведите на пергаменте Вырежьте Получилась вот такая деталь Теперь берем рамочку и собираем ее Сначала стекло А затем промазываем бортики клеем И приклеиваем пергамент И кстати, загните металлические края Я это сделала за камерой Теперь берем коробку с гирляндами Промазываем края горячим клеем И приклеиваем рамочку Если места склейки выглядят не очень аккуратно Можете заклеить ее черной изолентой Ну что, давайте проверим Раз, два, три, елочка, гори! Круто! У нас получился мягкий рассеянный свет Из гофрированного картона вырежьте тонкую полосочку Примерно пять миллиметров И приклейте ее ровно посередине Это будет разделитель для букв Теперь сверху намажьте его клеем И приклейте полосочку бумаги чуть шире Примерно два сантиметра Приклейте их сверху и снизу Они должны немного выглядывать, чтобы образовался небольшой кармашек У нас образовалось небольшое пространство Именно сюда мы будем вставлять буквы Возьмите плотные прозрачные папки Измерьте высоту от и до кармашков И нарежьте полоски из папки У меня получилось что-то подобное Напечатайте какую-нибудь фразу Я использовала шрифт BeBassBolt Его название я оставлю также в описании Он отлично подходит для подобного лайтбокса Распечатали и вырезаем Вырежете каждую букву Да, это займет какое-то время Промажьте его клеем И приклейте к прозрачной полоске Как только вы закончили и приклеили все слова Нарежьте их на кусочки Каждая буква должна быть отдельно Вот и все Осталось ставить лайтбокс Эти буквы вы можете в дальнейшем перемещать И составлять новые слова Надеюсь вам понравились мои идеи Я подбирала такие подарки Которые я бы хотела получить и сама Плюс не заезженные Ну знаете там бомбочки для ванны Сколько можно Всех уже делали И уверена в этом году тоже будут делать И да, не забудьте заглянуть в мой инстаграм И посмотреть бонусную идею И кстати, напишите в комментариях Какой подарок был самый лучший Который вы помните Неважно, был он подарен на Новый год Или на день рождения Для тех, кто читает комментарии Эта информация будет полезной Если ты впервые на моем канале То подпишись Можешь кликнуть вот сюда И посмотри мой новогодний плейлист Он появится вот здесь Ну а я с вами прощаюсь И мы увидимся с вами в следующем видео Всех целую Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok